Классный, интересный вопрос. Добрый день. Как быть, если девушка не хочет менять фамилию бывшего мужа? А какая разница? У меня огромное количество женщин с фамилиями мужа. Просто физически неудобно менять эту фамилию на какую-то другую. Кстати говоря, из всех девушек постоянных у меня была Настя Рыбка, у нее была фамилия мужа. И у Лилит тоже до сих пор фамилия мужа. И у многих других тоже фамилия мужей. И как быть? У нас в теме все очень просто решается. Вы просто берете и придумываете ей имя и фамилию. И все. Настя Рыбка, Лилит Ахули. Ахули. Это моя фамилия. Понимаете? То есть для вашего гарема фамилии придумываешь ты. То, что у нее в паспорте написано, это не имеет никакого значения. Потому что для человека гораздо важнее это то, кем он себя сам считает. То, что актуально на данный момент здесь и сейчас. А не то, что там написано в паспорте. В паспорте может быть все, что угодно написано. Важно то, что эмоционально. Ей дает эмоции. Она хочет, она вкладывается в этот образ, допустим, девушка, в которую у нее сейчас. Ты можешь придумать ей другое имя и другую фамилию. И называть ее так. Это будет новый образ. И все. Это как раз правило темы. Вообще говоря, это делаем на каждом тренинге. Если это не на тренинге происходит, а девочка не в теме, то я называю ее просто, как мне хочется. Допустим, я смотрю и говорю, тебе подходит вот эта кличка. Я буду тебя так называть. Вот. Вот и все. Это очень простая вещь. Ну и технически иногда неудобно просто поменять эту фамилию. Друзья, присылайте ваши вопросы на WhatsApp. Интересные вопросы зачитаем в следующий раз. Так, телефон. Еще раз скажу, в прямом эфире вам телефон. Значит, телефон WhatsApp'а плюс семь четыре девять пять четыре один четыре три пять шесть девять. Присылайте туда свои вопросы и мы на них отвечаем. Я на них отвечаю. Занимайтесь сексом с женщинами и обязательно сделайте следующую вещь. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик, где вы будете получать ремайндеры о том, что я выхожу. И будете выходить вместе со мной в эфир и всегда будете в курсе того, что происходит. Всех благ.